На реализацию муниципальной программы образования в 2022 году запланировано потратить более 10 миллиардов рублей. Это практически треть всех программных расходов Одинцовского округа. При этом на текущее содержание учреждения образования пойдет в 8,5 миллиардов рублей, в том числе более 65 миллионов на содержание мини-детских садов, полисадиков. В отличие от больших детских садов, что нет прогулочных веранд, все остальное соответствует. Есть и прачечная, есть и зал, где можно поиграть, позаниматься, есть и спальня, где можно поспать. Здесь полноценный пищеблок, детишки могут здесь кушать. Такие мини-сады уже есть в Одинцове, Извенигороде. Всего в округе их шесть. Полисадики рассчитаны на 615 малышей в возрасте от полутора до семи лет. Такой формат был внедрен по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, чтобы сократить очередь в дошкольные учреждения. При этом программу в округе планируется развивать и дальше. Мы ищем свободное помещение муниципальное и будем, скорее всего, там и дальше проводить ремонты. Вот такие быстрые, буквально за 2-2,5 месяца у нас после ремонтных работ появляется вот такой сад по присмотру и уходу, в который можно уже отвезти своего ребенка. Поэтому программа эффективная, очень важная и нужная. В то же время продолжается строительство обычных детских садов. Только в этом году для малышей открылось сразу несколько отдельно стоящих дошкольных учреждений, в том числе в новом городке. Детский сад номер 48 на 150 мест работает на месте бывшего здания клуба «Искатель». После масштабной реконструкции появился современный детский сад с пищеблоком полного цикла, музыкальным и спортивным залами. Получился проект настоящего детского сада, современного, со всеми необходимыми помещениями и для развития, и, соответственно, для времени сна и игр. До конца года откроется после капитального ремонта и детский сад на Можайском шоссе 96 в Одинцове. Посещать его смогут 140 малышей. В здании заменили фасады и кровлю, привели в порядок все внутренние помещения, благоустроили прилегающую территорию. Претензии таких глобальных подрядчиков нет, все сделано с душой, с любовью и достаточно быстро. Мы и дальше будем благоустраивать территорию, она большая, слава богу, где детишкам будет интересно, комфортно и развлекаться, и отдыхать. Сделаем мы автогородок и добавим уже весной много зеленых насаждений. Это будет такая жемчужина этого микрорайона в системе дошкольного образования. За счет региональных и муниципального бюджетов ведутся работы по строительству трехэтажного детского сада на 330 малышей в Кубинке. Сдача объекта запланирована на 2022 год. Кроме того, детские сады появятся в Новоивановском, в микрорайоне 7,7А и на Кутузовской улице в Одинцове, а также на 400 мест в гусарской балладе. Строительство крупнейшего в округе образовательного кластера здесь уже началось. На общей садом территории разместится и школа на 2200 учащихся. Все идет по графику. Хочу напомнить, что мы по детскому саду, подписав муниципальный контракт с окончанием строительства в мае 2023 года, договорились и подписали соглашение с подрядной организацией о том, что мы закончим этот объект в конце 2022 года. В декабре мы уже планируем ввести его эксплуатацию. Поэтому изменены на график строительства, сжаты сроки. На проектные изыскательные работы и строительство общеобразовательных учреждений в округе в следующем году пойдет более 5 миллиардов рублей. В том числе начнется строительство школы на 1100 учащихся в микрорайоне Восточный в Звенигороде, пристроек 14 гимназии и 8 школе в Одинцове. В этом году была торжественно открыта школа на 1160 мест в микрорайоне Одинцова-1. Посещать ее могут также дети из 8 микрорайона Одинцова, поселков Нисок и Лесной городок. В целом это, конечно, уникальный объект с огромной территорией, благоустроенной для прогулок и для отдыха. Очень большой спортивный объект, самые современные технологии применены в отделке и в благоустройстве.